19 октября стал всероссийским днём лицеиста. Календарь праздничных дат он вошёл в 90-х годах, когда в систему отечественного образования вернулось понятие «лицей». Лицей является многопрофильным и многофункциональным учреждением, соединившим основное и среднее образование, а также раннюю профилизацию и профессиональную подготовку. Хасавёртовский многопрофильный лицей функционирует вот уже на протяжении более 20 лет. Здесь воспитываются талантливые дети, которые показали высокий уровень знаний, неоднократно побеждая на различных конкурсах. По словам директора Татьяны Голощаповой, выпускники лицея, достигнув определённого успеха в учёбе, становятся весьма востребованными специалистами в разных сферах деятельности. Также обратилась со словами на путствие в адрес своих воспитанников. Учиться хорошо. Главное учиться, учиться. Трудиться, вернее. Потому что только труд, благодаря только труду человек может достигнуть каких-то успехов. Только труд. Я желаю, чтобы наши дети учились хорошо, были здоровы, занимались спортом, вели активный образ жизни, чтобы у них была активная жизненная гражданская позиция. В лицей набирают учеников с 8 класса. Обучение ведётся по двум профильным направлениям, такие как медико-биологическое и экономико-правовое, что и отличает данное образовательное учреждение от школ. Как отметили сами учащиеся, это образовательное учреждение – одно из лучших. И большая радость быть выпускниками данного лицея. Знания накоплялись с каждым годом в больших объёмах. То есть они плавно шли и перерастали в более крупные знания. Быть лицеистом – это гордо. Это отличает от обычных общеобразовательных учреждений тем, что здесь он является многопрофильным. То есть здесь дети идут по определённому профилю. Помимо основного образовательного процесса, в лице успешно практикуется работа с одарёнными детьми, говорит заместитель директора по научно-методической работе Мадина Эльдарова. Основная цель педагогов – выявление интеллектуально развитых учеников посредством разных учебно-практических занятий, конкурсов и олимпиад. Мы таких детей как раз таки и пытаемся вовлечь в эту работу. С рождёнными способностями достаточно мало детей, а вот детей, которые стремятся, желают, их, конечно, нужно вовремя выделить, отметить и, естественно, вести с ними работу. Такая работа у нас проводится. Это предметники проводят по своим предметам. Всероссийский день лицеиста обязан своим происхождением учебному заведению, которое известно каждому образованному человеку. Именно 19 октября 1811 году открылся Императорский царско-сельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие известные люди, прославившие Россию. Основанный по указу Александра I для обучения дворянских детей, сегодня лицей является инновационным образовательным учреждением, которое ставит своей целью дать качественное профильное образование. Бика Сулейманова, Самад Гакаев, информационная программа Пульс.